Всем привет, с вами Димир, это канал It's Bro, и сегодня я впервые вместе с дочкой. Привет! Всем привет! С Миланой попадем в Backrooms Event, я покажу, что там находится, она там еще не была, ну и, собственно, посмотрим, насколько ей это будет интересно, и, конечно, ребята, от вас обязательно поддержка под этим роликом. FunPay — это торговая площадка, на которой вы можете купить не только робокс или предметы в Роблоксе, но и в любой другой онлайн-игре. Сервис работает с 2015 года и отлично себя зарекомендовал среди игроков. Оценка сайта 4.9 при 20 тысячах отзывов — это первый и самый крупный маркетплейс для геймеров в СНГ. На сайте вы найдете товары для сотен онлайн-игр, а торгуют ими тысячи обычных игроков, и за высокой конкуренции между ними на FunPay очень низкие цены. Все сделки проходят несколько этапов — оплата, выполнение заказа и подтверждение. Продавец получает деньги только после того, как выполнит заказ, поэтому покупать на FunPay дешево и безопасно. Ссылку на сайт вы найдете в описании к этому ролику. Не забывайте обязательно подписываться на канал, ставить лайкос, и если вы набираете за сегодня одну тысячу лайков, я разыгрываю по-прежнему 150 миллионов гемов через почту. Лайк, подписка, колокольчик, интересные классные комментарии под роликом, и в комментариях обязательно указывайте ваш логин от Роблокс, а также обязательно подписывайтесь на мой Телеграм и Дискорд по этому QR-коду. Ну что, Милан, погнали тогда в Backrooms, ты там еще не была, ни разу не видела, что там такое, но ты примерно представляешь, да, что это вообще такое? Я представляю, что это такое, потому что, во-первых, я неоднократно играла во всякие Backrooms и в Роблоксе, и просто, и самое интересное, я знаю легенду. Во, сегодня Милана, наверное, расскажет эту легенду, но, собственно, попадаем. Я тебе вкратце расскажу, что это такое. А, собственно, разработчики педсимулятора сделали такой небольшой мир в стиле Backrooms, там прям очень похоже и двери, и плюс стены, и, короче, мини-комнаты, в общем, все в стиле этого, как это называется, это вселенная, так называется, Backrooms. Я бы не сказала, что это вселенная, можно сказать, наверное, мир. Да, что-то типа мини-мира, мне там в комментариях написали, что там прям отдельно, и чуть ли не, ну, чуть ли не вселенная реально. В общем, смотри, здесь у нас есть новая валюта, соответственно, питомцев кидаем на фарм-валюты, здесь есть яйца, и яйца с разным шансом. Соответственно, самое простое, тут шансы прям совсем изичные, там от X1, вот, и самое крутое яйцо с шансом X100 на выпадениях huge питомцев. И, соответственно, а у нас цель найти это яйцо, ну, и, соответственно, какие-нибудь другие пасхалочки сегодня с тобой посмотреть. А ну что, здесь, собственно, налево-направо прямо куда идем, давай ты будешь моим навигатором и расскажешь, куда, собственно, мне лучше отправиться. Как ты думаешь? Я предлагаю идти сначала прямо куда-нибудь, потом тебя свернуть. Прямо сюда. Ну все, погнали, посмотрим, что интересного. Я думаю, что мы сейчас побегаем по этим ту... А, вот сразу котик. И самый прикол, я уже рассказывал ребятам, если мы встанем в центре, соответственно, у этого котика рот откроется, и мы провалимся в специальную потайную комнату, в котором будет огромный лаки-сундук. О, он открыл свою пасть, и, соответственно, вот такой лаки-блок. Но я думаю, что нет смысла его сейчас разбивать, там будут предметы, будет, естественно, валюта, но у меня и так питомцы уже начинают фармить валюту, поэтому смысла нет сюда отправляться. Ну, что я предлагаю еще что-нибудь интересненько с тобой найти, и потом уже вернемся к ребятам. О, смотрите. Это интересно уже, мне нравится. В прошлом ролике я такую тему не нашел, это в центре карты у нас Престон, и здесь какой-то культ, разработчики и другие какие-то челики встают вокруг него, а, собственно, поклоняются. Ну, так вот, не знаю, что здесь делать, можно, конечно, можно по башке попрыгать, там, надавать Престона, чтобы качественнее обновление делал. О, смотри-ка, там еще какая-то... А, небольшой, типа паркурчик, это небольшая мини-игра, просто бобовые такие котики. Пробегай ми... А, я там тупик! Тупик. Эй, я там тупик, нельзя даже ничего сделать. Но, собственно, ребята, каждый раз карты генерируются абсолютно разными, и если я даже сейчас выйду куда-нибудь и зайду заново, то, скорее всего, расположение комнаты будет совершенно другое. Ладно, идем дальше, бегаем, и ищем что-нибудь интересненькое. Так, следующую интересную тему, которую я не показывал, разноцветная комната, но, единственное, здесь вроде никаких приколевок нет, ничего интересного. Это так, те самые детские комнаты, которые ты играл в 5 лет. Да-да-да, можно было бы, кстати, разработчикам какую-нибудь кнопочку потайную сделать, типа нажимаешь, стена отодвигается, и там какой-нибудь бонус. Ну, а также, опять же, разработчикам 11 мая будет обновление, и там появится дополнительное какое-то продолжение этого Backrooms, и надеюсь, там будет что-то интересненькое. Не знаю, смотри-ка, вот вам видно, наверное, было, а там на удалении у нас там прям какая-то надпись была большая. Может быть, это какой-то спойлер, мы сейчас побежим туда, может быть, за стеной как раз какая-то надпись будет. Вроде как это огромный коридор, я здесь был, но выходов там, по-моему, всего лишь две штучки. Что, я думаю, что сюда надо отправиться, может быть, там реально какая-то интересная надпись будет. Оба, ну, нифига себе, каждый раз абсолютно новые какие-то карты, такого я тоже не видел, хотя провел тут достаточно много времени, там, в прошлом ролике я больше часа бегал, и на стримчике мы с вами бегали, но вот такой кухни я еще не видел. У меня первая ассоциация с этой кухней, это кухня в Икеа, то есть бегаешь по Икеа, там вот такие кухни стоят. Да, еще бы монстры за тобой бегали, и эти чилики, которые там продают, да, было бы интересно. Кстати, добавили бы сюда монстров, было бы, мне кажется, еще круче, представляешь, бежишь за тобой. Да, как черные чилики в оригинале, которые постоянно тебя убивали, бегали, а вот так вообще неинтересно, ну, тут пасхалочки какие-то, локации, а так. Ну да, было бы, конечно, разнообразнее, если бы за тобой кто-то бегал, а еще, а прикольно, если бы как в Дорсе сделали шкафчики, куда ты можешь прятаться от этих монстров, было бы, конечно, интересно. Но я думаю, что разработчики опять что-нибудь интересненькое придумают, и, надеюсь, разнообразить эту тему. А так, конечно, бегать, искать яйца с этим шансом X100, конечно, очень скучно. О, смотри-ка, да, здесь, короче, когда у тебя питомцы фармятся в локации, тебе падают ключики, и, соответственно, этим ключиком ты разблокируешь, и за этой дверью может быть яйцо с шансом X100. Да, я хочу открыть. Оба-на, три сундучка, нужно выбрать один, и из них падают предметы. Какой берем? Я предлагаю по центру, ну что-то. Ну, давай возьмем по центру, посмотрим, что там будет. Попадается книжечка. Интересно, что у нас в левом и в правом. Так, фигня, и еще хуже. Ну, в принципе, не самый плохой вариант, и вот за этими дверьми еще бывают яйца с шансом X100, и там, действительно, питомцы очень крутые. Но, опять же, ребят, если получится сегодня найти, будет круто. Да, паркурчик с топориками нужно пройти. Но, единственное, там стена, и, соответственно, есть ли какой-то смысл. Раньше хотя бы тут путь был. Скрытый двери тоже нету. Если спрыгнем, отправляемся обратно. Ну, ладно, по крайней мере, что-то интересненькое и новенькое. Так, здесь у нас что-то еще новенькое. А если я стану в лужу? Умру я или нет? Навряд ли. Блин, мы тут бегаем уже достаточно давно, и что-то новенького, каких-то интересненьких комнат мы с вами не нашли. А Милана приготовила даже историю про этот бэкрус. Вот я жду какой-нибудь интересный момент, чтобы она могла эту историю нам всем поведать. Мне тоже очень-очень интересно. Так, еще что-то интересненькое. Контейнер. И, по-моему, это спойлеры к пейнтболу. Там тоже такой контейнер посредине одной из карт стоит, и, соответственно, через него проходишь, стреляешь. Единственное, я не помню, откуда я вышел, ты не помнишь, случайно? Он оттуда ушел. Оттуда шел? Так, все, тогда идем сюда и ищем еще какую-нибудь интересненькую штучку. Комната сумасшедших. Психушка. Да, так, здесь мы были. Комната для психопатов. Ну, как раз для меня, чтобы тут остаться. Вот будешь там снимать видео свои. Вот как раз для тебя место. Да, еще бы стол туда, компьютеры. Еще одна. О! Водичка. Водичка. Комната с бассейном. Кстати, в прошлом ролике где-то вот здесь рядышком, примерно вот здесь, была дверь с яйцом, с шансом Х-100. Ну-ка, сейчас я попробую с разных сторон зайти, может быть, опять будет то же самое. Нифига себе. Так, слушайте. А какой шанс, что там будет это яйцо? Я вообще, вот, чтобы вы понимали, в прошлый раз на ролик я впервые нашел яйцо с шансом Х-100. И какой шанс, что сейчас будет то же самое Х-50. Ну, тоже неплохо. Ну, примерно то же самое, то есть в этом месте у нас самые крутые яйца. Второй раз нашел, блин. Жаль не Х-100, но я даже его открывать не буду, смысла нет. Хуга мне подарил подписчик в прошлом ролике такой, открывать, в принципе, смысл нет. Мне хотелось бы какие-нибудь интересные пасхальные комнаты найти. Но, кстати, запомните, если вдруг подобную комнату найдете с бассейн, то знайте, где-то будет дверь с этим яйцом. А это тыква. Это тыква, это спойлер из Pet Simulator X, то же самое, как и с большим лайки-блоком разбиваешь эту тыкву, и, соответственно, там и предметы, и плюс коины. Но я думаю, что не будем тратить время. Посмотрим, может быть, там еще что-то интересненькое, тем более, там какая-то... А, ну, это серая комната, которую мы с тобой уже видели. Вот это то самое. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь... Конем станешь. Я выбрал нужный путь, а если я сюда пойду, меня, по-моему, телепортнет обратно. Да, телепортнуло обратно. Но я сразу выбрал нужный путь, дверь открыта, стрелочки. Так, что-то тут намечается интересненькое. О, нифига себе. Так, ну, во-первых, зеленая комната, которой еще не было. И еще плюс, там у нас... Там у нас... Ой! Как в Баблгамм-симуляторе, да, подобную штуку? Мне нравится. Да, можно я тут останусь? С удовольствием. Оставайся, я тебя тут оставлю, а сам буду исследовать дальше. Так, зеленую комнату мы оттуда пришли. Там у нас ничего интересного, здесь у нас... Ну, а здесь посмотрим. О, а, ну, эти топорики. Но смотри, здесь уже другое, да? То есть, есть выход. Там хотя бы куда-то можно выйти. Ага, выход. Я оттуда прошел? То есть, даже если тебя убивают, тебя просто телепортнят сразу в конец этого паркура. О, тоже кто-то... Ой, боже, это родное просто место. Это было везде. Это и Пэт-симулятор первый, и Пэт-симулятор X, и просто везде эта заставка. Да, 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 родные места, да, родные домики. Еще я помню, в Пэт-симулятор первом, по-моему, была дверца какая-то. Смотрите, прямо дверка будто заполучена. Мне тоже кажется, что это был какой-то фиолетовый дом. Да, был домик, и там был даже телепортик в последней локации. Блин, ну сейчас, конечно, здесь спойлеров нет, но, по крайней мере, сегодня в этом ролике новая комната, которую я в прошлом видосе по Backrooms не показывал. Так, еще один бассейн, огромная, белая комната. Тоже, блин, такую комнату я, по-моему, не показывал вам в ролике. Так, вот здесь комната с шансом x100. Так, там лестница, да, по-моему? Да, зрение тебя не подводит. Да, мои девять глаз все-таки дает о себе знать. Так, что здесь интересного? Еще лестница, продолжение, второй этаж. И, в итоге, блин, тупик. Так, стоп, а чего там за выход такой? Это что за... А, это белая комната. Белая комната? Блин, я думал, выход, мы нашли выход из... О боже, глаза слезятся. Если у тебя был белый скин, то это все, минус глаза. Так, и так, а куда идти-то? Здесь есть только один выход, но, блин, мне кажется, может быть, если я по стенке буду бегать, здесь куда-то выход найду. Но, скорее всего, нет. Блин, обидно. Я думал, это реальный выход. Ух ты, мы нашли дверь. А что там? А что там? А что там? By the way, find keys in coins. Что это значит? Кстати говоря, что, найди ключи в монетах. Ну, собственно, ключи в монетах мы и так находим. Так, нашли мы паркурчик, но это небольшой паркур. Хотя, можно, кстати, сейчас рассказывать историю, а я пока что побегаю и покажу ребятам, что здесь находится, хотя они уже знают. Это фигня. Ты рассказывай, рассказывай. Я пока буду бегать и показывать, что здесь, как от двери открыть. История повествует о молодом человеке, который работал на складе. В один день он пошел работать на склад, открыл дверь, но там никого не оказалось. Он ходил по этим, рядом со стеллажами, искал, искал хоть кого-нибудь, и в итоге он нашел какую-то дверь, которую раньше не видел. Он открыл эту дверь, и на удивление она была не заперта. В этой комнате находились... Там ничего не находилось, кроме потолка, желтых обоев и пола с мягким ковром. Дверь за ним закрылась, и он больше не мог выйти. Он ходил по этому закулисью несколько дней, пока за ним ходили какие-то черные монстры. Он пытался от них убежать, но они были настолько быстрые, что ничего нельзя было сделать. Он мог лишь прятаться в каких-то комнатах, среди которых были только тупики. Он ходил так, пока в один день не нашел какой-то странный люк. Он полез туда, и за этим люком была какая-то комната, похожая на подвал. То есть там был мокрый пол, все было там какие-то серые, однообразные. Он ходил там тоже несколько дней, а может быть даже несколько недель. Он уже давным-давно сбился со счета времени. Он ходил, там не было никого, абсолютно. Только он мог видеть там какие-то коробки, в которых даже ничего не находилось. Я не помню как, но он в итоге выбрался из этого подвала в другой мир, в котором находились люди, которые точно так же попали сначала в закулисье, потом в этот подвал и выбрались в этот мир. Вместе они построили там дом, в котором они вместе жили. И в итоге они смогли придумать способ, как выбраться из этого чертового мира. В итоге они все вместе попали в свой обычный мир и стали жить, но никогда не забыли, как они попали в закулисье. Нифига себе, блин, это очень здорово, классная история. А я тут пока бегал-бегал, так и нифига не нашел, ни секретных комнат, ничего. Итак, нашли с Миланой еще потайную дверь и здесь сверху машина, куда нужно водить кодик. Если вдруг вы не смотрели ролики, сразу рассказываю, показываю, как этот кодик найти. Всего нужно найти три числа. Первое число, а соответственно, вон там находится. Сейчас мы быстренько этот паркурчик пройдем, а будет число номер один, второе число будет в картине и третье за потайной дверью. Так, запоминаем числа шесть, они постоянно меняются. Так, здесь пять, пять, шесть, и еще плюс, нам нужно кодик найти, кодик найти вот здесь. Но для того, чтобы туда попасть, нужно сначала кнопочку нажать, т-д-с, там у нас ворота откроются, пять, шесть, и один, один, пять, шесть. Ну что, вводим его? Один, пять, шесть. Смотрим. О, сразу с первой попытки открыли дверь, нифига себе повезло. Вообще, ребят, на этом будем ролик заканчивать. Если вдруг вам понравился видосик с Миланой, вы хотите продолжения, просто, ребята, жестко, дико поддержите лайкосиками, оставьте много интересных комментариев. После обновления, после появления, там, продолжения этого Backrooms, я думаю, мы с Миланой сможем зайти, исследовать, посмотреть, может быть, к этому моменту еще что-нибудь интересненькое будет. И самое главное, я перечитаю легенду и расскажу подробнее. О, ролик будет на 10 часов. Ребята, лайк, подписка, колокольчик, комментарии под роликом, напоминаю, тысячу лайков за сегодня под этим роликом накидывайте, разыгрывайте 150 миллионов гемов через почту, плюс интересный комментарий с вашим логином обязательно оставляйте и подписочка на телеграм и дискорд обязательно. Всем удачи, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok